Чемпионат Дальнего Востока, первенство Приморского края и этап летней спартакиады. Настоящий праздник карате стартовал во Владивостоке. Сразу несколько разноплановых соревнований спортсмены со всего округа умудрились уместить всего в два дня. На площадке спорткомплекса Олимпийц встретились почти 500 каратистов, каждый из которых борется за свои особенные награды. Буквально прилетело 110 спортсменов только с Сахалина. Пора им уже, наверное, самолет покупать. Также представляют команды Приморский край, Хабаровский край, Амурская область. За два дня будут соревноваться порядка 430 спортсменов. Такая массовость не случайна. Еще в прошлом году представители мирового каратели ковали, когда Международный Олимпийский комитет принял этот вид спорта в свою семью. Сражения лучших каратистов планеты мы сможем увидеть уже в 2020 году. Притом совсем рядом, в Токио. Соответственно, как и во многих других летних дисциплинах, отечественная команда, возможно, будет тренироваться у нас, в Приморье, и в частности во Владивостоке. А вот получить свою путевку в Японию местным бойцам, к сожалению, будет практически невозможно. Карате только вошло в Олимпийскую программу. Естественно, не все еще структуры адаптировались под это. Надеюсь, что в будущем, может быть, в следующих Олимпиадах и дальневосточники попадут. Сейчас хотелось бы, чтобы кто-то с России попал, потому что там очень строгая квота и, наверное, не все страны попадут. Так как у нас небольшая разница в часовых поясах с Японией, поэтому, думаю, дальневосточный регион станет одним из тех пунктов, где будет завершающий проведен этап подготовки спортсменов к Олимпийским играм. В программе двухдневных соревнований и поединки кумите, и технический комплекс ката. Интерес сегодня есть к каждой дисциплине. Да и пробуют себя на ковре даже самые маленькие бойцы. К слову, в преддверии Олимпиады здесь как никогда работает принцип, когда старшие передают свои знания младшим. Возможно, у меня не было выбора, потому что у меня папа тренер. И с самого детства уже в один год я лазил, пробовал одевать накладки. Но в три года уже вовсю бился, поэтому это для меня не спорт, это просто для меня уже жизнь. У меня тоже есть свои воспитанники, которых я тренирую, которые завтра будут выступать на соревнованиях. Я была трехкратной чемпионкой России, и это мои первые соревнования, которые были в 12 лет, я заняла первое место. А во-вторых, я начинаю тренировать. То есть у меня появляются детки, которые меня здесь уже держат, и хочется научиться, вернее, их научить чему-то новому. И смотря на них тоже, смотреть, как они растут. Такой разноплановый праздник карате со своим рекордным количеством участников уже совсем скоро определит, кто поедет защищать честь округа на чемпионате России, кто будет бороться за награды летней спартакиады, а кто попытается сделать смелую заявку на попадание в сборную страны. Максим Яковлев, Станислав Лазебный, новости спорта на восьмом.